Вообще этот проект созрел в Белом доме в январе 2018 года и прорабатывались варианты, каким образом добиться от Елалова ухода в Совет Федерации. При всей неоднозначности фигуры Чувилина это должно быть весело. Хотя бы то, что он уже планирует инициировать закон об однополых браках для членов партии «Единая Россия». Это достаточно крупная теневая фигура, которая встроена в пищевую цепочку и лично Рустема Хамитова, и его жены, так как господин Егоров, насколько мне известно, принимал активное участие в госконтрактах по Минздраву. На планете Земля не найдется ни одного идиота, готового инвестировать 80 миллиардов рублей в строительство абсолютно нового содового производства. Я просто вижу во всем, что вы профессиональные бездельники. Повторно госпожа Бортова обвинила окружающих ее людей в том, что они бездельники, а она только единственная труженица, которая кормит весь Башкортостан. Госпожа Бортова рассказывала страшные апокалиптические истории о том, как закроются предприятия и насколько быстро умрет город Стерль-Тамак. Напомню, что в Стерль-Тамаке живет 270 тысяч человек. Безусловно, центральным политическим событием прошедшей недели явился уход Елалова с должности мэра города Уфы в госсобрание с последующим переходом в Совет Федерации, о чем, собственно, многократно говорилось в предыдущие месяцы и даже, наверное, в предыдущие полгода. Вообще, этот проект созрел в Белом доме в январе 2018 года и прорабатывались варианты, каким образом добиться от Елалова ухода в Совет Федерации. Рустам Хамитов, понимая то, что Елалов действительно очень сильно вырос и представляя для него угрозу, предпринял шаги к тому, чтобы нейтрализовать Ирика Ишмухаметовича и удалить его из республики. Получилось все не совсем так, как хотел Хамитов. Действительно, Елалов через выборы в госсобрание уходит в Совет Федерации. Насколько мне известно, этот вопрос уже окончательно согласован и с Матвиенко, и с администрацией президента. Препятствий для попадания в Совет Федерации у Елалова не будет. Но ту позицию, которую он займет в Москве, она, конечно, никак не входила в планы Хамитова. И вот тут еще неизвестно, как дальше будут развиваться события. Кроме всего прочего, конечно же, в связи с этим встает вопрос, кто займет позицию мэра Уфы. Это тайна за семью печатями, которую пытаются разрешить сейчас все заинтересованные и вовлеченные в эти процессы. Можно абсолютно уверенно заявлять, что ни Гурьев, ни Трухан не будут мэрами города Уфы ввиду своей токсичности с точки зрения Федеральной службы безопасности, которая отвергнет и не согласует эти две кандидатуры. Абсолютно точно известно, что господин Семьевеличенко отказался возглавить город Уфу. И, в общем-то, тут мы встаем перед проблемой и загадкой, кто же, кто же. Потому что, ну, всегда есть, конечно, так называемый тот парень из Челябинска, которого мы не знаем и который внезапно выскочит из табакерки и займет этот пост. Так бывает в современной России довольно часто. Ну, есть еще некая обойма людей, которых обсуждали, перечисляли и которых причисляют к списку кандидатов на позицию мэра Уфы. Это господин Шайнуров, это господин Нагорный, это еще некоторые товарищи из окружения Рустема Закевича. Я не берусь судить о том, насколько высоки или низкие шансы Шайнурова. Полагаю, что довольно низкие шансы Нагорного. И вообще, русский, скорее всего, не будет мэром Уфы. В силу сложившейся достаточно кривой и непропорциональной структуры, национальной структуры руководства республики, я думаю, что будет подбираться национальный кадр, что сделать довольно сложно, потому что настоящих башкир, имеется в виду тех, кого воспринимают таковыми в общественности и в национальных движениях, в окружении Хамитова практически не осталось, а иным он не доверяет. В общем, полагаю, что до 27 числа, когда произойдет сессия Гурсовета на эту тему, мы не узнаем толком ничего. Далее последует конкурс на место мэра, который, как мы знаем, носит весьма декоративный характер. И вот список людей, участвующих в конкурсе, нам уже точно даст ответ на вопрос, кто же будет мэром города Уфы. Кроме решения по Елалову, прошедшая 22 сентября партконференция «Единой России» приняла еще одно решение, на мой взгляд, окончательно подтвердившее разложение и партии, и руководство республики, а именно решение о том, что в пятый раз госсобрание Курулта республики Башкортостан должен возглавить Константин Борисович Толкачев. Я с неизмеримой теплотой отношусь лично к Константину Борисовичу. Он мне симпатичен как человек, он милый, вежливый, очень грамотный человек. Но знаете ли, сколько можно? Это уже какой-то фарс, на самом деле, заявляя о беспрецедентном обновлении госсобрания республики Башкортостан, о изменении партийного состава депутатов и так далее, одновременно с этим на пятый срок оставлять одного и того же спикера парламента, это уже какой-то фарс. Все это мне напоминает эпоху позднего Рахимова, когда Муртаза Губайдулович уже окружил себя надежными, бронированными до самых пяток бойцами, проверенными в боях, лишь бы ничего не менять и лишь бы ничего не делать. Судя по этому, конечно, ждать чего-то серьезного от госсобрания, наверное, не приходится. Будем ждать хотя бы чего-нибудь веселого. Из мелких итогов выборов в госсобрание можно отметить то, что в депутаты госсобрания все-таки прошел Дмитрий Чувилин, о чем я говорил на прошлой неделе, предполагая, теперь я могу утверждать. Я рад вообще этому событию, потому что при всей неоднозначности фигуры Чувилина это должно быть весело. Хотя бы то, что он уже планирует инициировать закон об однополых браках для членов партии «Единая Россия», само такое предложение уже должно радовать и веселить граждан Республики Башкортостан. Я думаю, что если Чувилин не сломается в плане того, что не пойдет на всякие финансовые компромиссы с перепуганной верхушкой госсобрания, тогда Дима нас порадует еще много раз всякими интересными инициативами, порадует своей принципиальностью и подходами к вопросам. К моему великому сожалению, в госсобрании прошел господин Нагорный, человек, спасающий свою шкуру от уголовного преследования за статусами сначала руководителя администрации президента, а потом уже депутата госсобрания. Но я надеюсь, что правоохранительные органы все-таки дотянутся до Владимира Александровича Нагорного и справедливость восторжествует. К моему еще большему сожалению и скорби в госсобрании Республики Башкортостан прошел Булат Юмадилов. Это великая загадка и магия «Единой России», как человек, который находился очень далеко от нижнего барьера вхождения в госсобрание по списку, попал все-таки в это госсобрание. Какие чудовищные манипуляции пришлось совершить руководству исполкома «Единой России», чтобы поднять Юмадилова со дна списка в число прошедших в госсобрании, я не знаю. О каких суммах гонораров идет речь, предполагать даже страшно. Но есть одна пикантная особенность и деталь этой ситуации, она заключается в том, что господин Юмадилов публично, многократно и демонстративно заявляет о том, что пройти ему в госсобрание помог лично Рустам Хамитов. Я не знаю, чем Булат Гумерович рассчитывался с Рустамом Закиевичем, обещаниями, деньгами, клятвами верности, я не знаю. Но мое ощущение того, что Хамитов все больше и больше окружает себя людьми, как говорит Владимир Путин, с пониженной социальной ответственностью, вот это факт. И тут, конечно, печально это все наблюдать. И правда это или неправда, неважно. Сам факт того, что господин Юмадилов может и набирается смелости утверждать, что он прошел в госсобрании не будучи избранным, а будучи просто туда пропихнутым, или пропихнутым, я не знаю, как будет по-русски, Рустамом Закиевичем Хамитовым, это ужасно, это отвратительно, это очень плохо для республики. Наша регулярная рубрика «Аресты недели» на этой неделе тоже не остается без наполнения. На прошедшей неделе был задержан некто Егоров Владимир, задержан он был Федеральной службой безопасности с огромной суммой денег. И по моей информации, эти деньги были частью сделки по покупке многоцелевой техники для башкира «Автотранса» на сумму 300 миллионов рублей. Какая сумма была с собой у господина Егорова, я точно не знаю, но полагаю, что это, наверное, 30-70 миллионов рублей. Таков норматив отката по подобным сделкам. Известно, что господин Егоров является крупным посредником между высшим руководством республики и фирмами, осуществляющими поставки по госзаказам в республике. Это достаточно крупная теневая фигура, которая встроена в пищевую цепочку и лично Рустема Хамитова, и его жены, так как господин Егоров, насколько мне известно, принимал активное участие в госконтрактах по Минздраву. В общем, конечно, эта история касается уже лично Хамитова. Это его личные деньги где-то рядом, это его очень близкие люди, я имею в виду господина Шайнурова и прочих. В дополнение к этому задержанию прошли выемки документов Башкиров-Тодоре, и даже руководство этого ведомства не скрывает, что они связаны со сделкой по покупке многоцелевой техники. В общем, у нас уже несколько кейсов набралось, которые нужно отслеживать и понимать, как дальше будут развиваться события и чем это закончится. Я имею в виду и предыдущий кейс с господином Гарифулиным. Кстати говоря, ему отказали в домашнем аресте и оставили его под арестом на два месяца, несмотря на то, что его адвокат уже в открытую обвинил Федеральную службу безопасности в том, что она спровоцировала взятку, что никаких денег якобы не было, и что был незаконный обыск кабинета прокурора и так далее. Будем посмотреть, как будут развиваться эти события. Я полагаю, что господин Гарифуллин очень некомфортно чувствует себя в изоляторе. Я знаю, что он очень некрасиво вел себя в момент задержания. И это к тому, что содержание в течение двух месяцев в изоляции, наверное, пойдет ему на пользу с точки зрения откровенности. А там посмотрим, как дальше будет развиваться вся эта история, и в том числе и история с арестом господина Егорова. Переходим к анализу события, которое случилось 21 сентября в редакции «Комсоморской правды» в Уфе. А именно, случился круглый стол по проблеме сырья содовой компании. Поначалу я отнесся к этому событию достаточно иронично, потому что мне показалось, что это будет очередная фигня, незначительная и несодержательная, которая уже происходила несколько раз до этого. Я имею в виду попытки БСК задружиться с журналистами и завоевать расположение к себе прессы. Но, однако, все вышло совсем не так. Мероприятие длилось 3 часа 11 минут, беспрецедентно долго. Это мероприятие полностью нам проиллюстрировало то, кем является БСК, по крайней мере, та часть этой компании, которая находится в публичном пространстве. И достаточно понятна стала позиция республиканских властей, я объясню позже почему, а также позиция общественников, защищающих город Ротау. Сразу хочу оговориться, что в последнюю неделю я получил массу упреков лично от госпожи Бортовой, от ее друзей-посредников. И в интернете упреков в том, что я оскорбляю лично Марину Петровну Бортову, я преследую какие-то личные корыстные цели и так далее. Потому к этому анализу я подойду самым тщательным образом. Я потрудился и 3 с лишним часа внимательно отсмотрел этот материал. Я выписал тайминг, где, когда, что было сказано. И буду абсолютно объективен в этом вопросе, не допустив ни одного шанса для того, чтобы обвинить меня в необъективности или предвзятости. Структура мероприятия была следующая. Пять человек защищали позицию содовой компании, пять человек защищали город Ротау. Состав защитников горы в процессе обсуждения слегка менялся. А подразделение, выдвинутое содовой компанией на защиту своих интересов, оставалось неизменным. Со стороны содовой компании был представлен господин Иванов Юрий Анатольевич. Я так понимаю, это главный технолог предприятия, некий глубокий старик, руководитель, видимо, какой-то структуры, которая объединяет ветеранов содовой компании. И ею же содовой компанией спонсируется госпожа Бортова, естественно. И, к вящему удивлению всех, в том числе и меня, на стороне башкирской содовой компании был Ренат Баимов. Известный деятель интернета и мужчина с весьма сложной судьбой и биографией. Ну, помимо всего прочего, надо, конечно, упомянуть о том, что Ренат Баимов в свое время, в незапамятные времена, был активным действующим лицом молодежного башкирского движения. Я имею в виду национальное башкирское движение. В общем, был ярко заметен в глубокие рахимовские времена, а нынче как-то, значит, сошел с авансцены. Однако его появление, конечно, было абсолютно неожиданно для всех. И, проанализировав эту видеозапись, наверное, понятно, что ни одного человека не было, который бы не удивился его появлению в этом мероприятии. В начале мероприятия был сделан очень красивый доклад о заглавленной семь неоспоримых причин в защиту Таратау или что-то подобное. Сам термин неоспоримых, конечно, исключает всякую дискуссию. Но у меня сложилось впечатление, что этот доклад готовили в Белом доме, где-то на третьем этаже, а потом отнесли на согласование господину Михайлову. Потому что из семи доводов, которые были приведены, всерьез можно было бы, конечно, говорить только о двух. Но вообще во всем мероприятии сквозила такая отчетливая заданность и аффилированность защитников. Я имею в виду вот эту часть, которая была представлена Стасом Сарыгиным, каким-то рекламным агентством, которое лежит давным-давно под Белым домом, разрабатывая всякие терры башкирии. Вот эти ребята, конечно, выглядели абсолютно неубедительно и, прямо скажем, наигранно. Но, с другой стороны, в рядах защитников Таратау были абсолютно кристально искренние люди, такие как Рахматов, Аитова, Габасов. Ну, повторюсь, началось мероприятие более или менее цивилизованно и чинно. Пытались соблюдать регламент, даже измеряли время, кто там какую лишнюю минуту наговорил. Конечно, не смог держать себя в руках с самого начала господин Баимов, потому что он постоянно выкрикивал с места что-то про Нью-Васюки, без конца цитируя Ильфа и Петрова. Видимо, любимая книга детства глубоко засела в голове, но, тем не менее, в начальной стадии все-таки удалась попытка хоть сколько-нибудь обсуждать вопрос снятия или не снятия статуса с горы Таратау. Защитники горы достаточно аргументированно задали вопрос госпоже Бортовой, а что вы собираетесь делать с этим статусом, потому что по закону этот статус вообще нельзя отменять, то есть нет механизма отмены. Тут госпожа Бортова опровергла всемирное тяготение, заявила, что все это ерунда и все можно делать, стала опять приводить примеры того, что в России есть примеры, когда снимался статус особо охраняемых территорий и памятников природы. Госпожа Бортова где-то во второй половине презентации, которую делали защитники, потеряла всякое терпение и сдержанность, стала выкрикивать, цепляться к картинкам. Потом вскочила и заявила, что на картинке не та гора, которую защищают защитники, не та труба, из которой идет дым в контексте экологического вреда предприятия. Стала кричать, что мы тоже пиарщики, обращаю внимание, она тоже пиарщица, хотя до этого момента она была джарщицей и кандидатом наук. Мы тоже пиарщики, кричит госпожа Бортова, снимайте наши трубы. Потом она заявила, что БСК использует самые современные технологии производства. И тут же госпожа Бортова примерно на 40-й минуте заявила о том, что она кормит весь башкирский народ. Вообще, вот анализируя эту встречу, я бы хотел заострить внимание именно на цитатах из госпожи Бортовой, потому что аргументы защитников Таратау были давно известны и понятны. Их подход, кстати говоря, даже к лично госпоже Бортовой и к БСК достаточно лоялен, потому что на этой встрече много раз, что мне очень понравилось, прозвучал тезис о том, что мы не против производства. Мы против сноса горы. Однако госпожа Бортова без конца выводила в то, что злобные 5%, как она выразилась, недовольных БСК, проплаченных турками активистов, пытаются закрыть предприятие. Ей несколько раз попытались объяснить, что мы не пытаемся закрыть предприятие, и мы пытаемся найти решение вопроса. Далее, стоило бы остановиться на том, что было достаточно подробное, кстати, для меня интересное обсуждение технологического процесса. Это обсуждение утомило многих, хотя ему стоило бы отвести большее внимание. Господин Иванов очень подробно и грамотно объяснил технологический процесс и особенности требования к сырью. Вот тут возникла некоторая перепалка. Сода заявляет, что существует определенный процесс магния, который при его превышении делает сырье непригодным, и в контексте гумеровского и прочих вариантов предложенных соди они отрицают эти сырьевые базы. Однако со стороны защитников Таратау прозвучали примеры того, что в мире существуют заводы, которые работают с существенно большим процентом магния в сырье, и, в общем-то, все хорошо. Это и Индия, и Италия, и Франция. Бортова опять громко и, скажем так, на повышенных тонах стала кричать, что именно БСК использует самую современную технологию. Причем, я настаиваю, Бортова именно кричала. Мы в конце подойдем к оценке ее профессиональных способностей, и вот этот момент очень важно отметить. Она без конца постоянно срывалась на крик. При том, что в помещении было достаточно тихо, уровень записи звука очень хороший, на самом деле слышно, насколько ее уровень звука выше уровня звука остальных. Далее, конечно, был аргумент защитников Таратау о том, что рентабельность и маржинальность компании БСК очень высока, и как бы у нее есть деньги на реконструкцию и полную реновацию технологического процесса в пользу снижения качества сырья и тем самым исключения Таратау из пищевой цепочки предприятия. На одной из страниц презентации были изображены деньги в контексте того, что у Соды деньги есть на реконструкцию производства, и там приведены были цифры, сколько Сода получила чистой прибыли, сколько она отчислила дивидендов. Это действительно очень большие деньги. Бортова зацепилась не за цифры и не за факт получения дивидендов. Бортова стала кричать, зачем вы нарисовали доллары. Мы находимся в рублевой зоне, все расчеты у нас в стране в рублях. Зачем эти доллары разместили? Какой пиашка он нарисовал? Что за бред? Что за бред? Это вы привыкли? Вы, наверное, живые шаханы, кто там, это, Тарабашкия, привыкли к такими... Давайте продолжим. Да, нет, минутку, в такой валюте сплачивается. Поэтому, наверное, опять и пишите. У нас вот этого всего нет, извините. Это было смешно, в зале был смех. Бортова заявила, что у нас нет долларов, мы российская компания. Ну, на что ей так с дальних рядов последовали, значит, ремарки о напоминании о их офшорной сущности и всяких Мэдисан Лимитовых, учредителях башкирской химии. Ну, в общем, Бортова и на это среагировала своеобразно. Ручки сложи, и меня вот, собственно говоря, тут попытаться постепать, мне это совершенно неинтересно, вы знаете? Я знаю, я понимаю, что вы профессиональные бездельники тут, якобы продающие какие-то эти башкирии, которые сейчас весь Фейсбук, потому что вы там поставили картинки из Татарстана. Это же вы сделали, правильно я понимаю? Как это из Татарстана? Вы поставили за доллары. Не говорить глупости. Нет, это не глупости. Давайте эту тему не будем. Нет, ну извините, ну слушайте, эти люди будут меня учить, что мне говорят. Мы не будем пропускать оттенок. Да, я вам не пропустила. Бездельниками Бортова назвала своих оппонентов в течение этих трех часов несколько раз. Обращу на это внимание, когда мы будем подводить итог и делать выводы о психологической, а возможно, и психиатрической конструкции этой дамочки, нужно заметить на то, как она оценивает своих, условно говоря, партнеров даже, наверное, по круглому столу, потому что она без конца называла всех коллегами, друзьями и так далее. При этом, когда ей напомнили об офшорной сущности компании, она еще, выкрикнув вот эту историю про бездельников, добавила, что с каким-то таким очень ярким презрением, и эти люди будут меня учить, что мне говорить, то есть вот это сквозило вообще во всех ее речах. Следующим аргументом защитников Таратау было то, что крупные экспертные сообщества выступают в защиту сохранения горы. И были приведены мнения Академии наук и Русского географического общества. Звучало, конечно, это весьма слабенько, потому что защитники не удосужились хотя бы иллюстрировать эти заявления фамилиями крупных научных деятелей, и которые поддержали защиту Шихан. Русское географическое общество, конечно, влиятельная структура, но, наверное, надо было говорить о сущности и значимости этого общества, а не о том, что его патронирует министр обороны. Ну вот во всем выступлении, во всей этой презентации, конечно, сквозила белодомовская философия, но да ладно. Важнее, что ответила на эти аргументы госпожа Бортова. Бортова, она почему-то лично обиделась на то, что вот их упрекая соду в том, что они не видны, не излагают свои позиции, она заявила на 45-й минуте, нас тут упрекают, что вы молчите. Вот я везде появилась, опять упреки, не то сказала, не туда посмотрела, не то надела. Я не буду анализировать тут, конечно, такую чистую женскую сторону подобного высказывания, это было бы нехорошо, но очевидно, что упреки в неконтактности были высказаны не лично Марине Петровне, а всей компании и людям, которые хотят обсуждать эту проблему, достаточно все равно, в какое платье одета госпожа Бортова, насколько хорошо или нелепо подобраны цвета в ее наряде. Это вообще вторично, на самом деле. Марина Петровна, у вас мания величия, вы, пожалуйста, не придавайте столь великого значения своим нарядам, одевайтесь прилично, да и здорово все будет. Но, тем не менее, значит, среагировала она следующим образом. Далее последовал аргумент со стороны защитников о том, что даже если город Ротау будут разрабатывать, то ресурсов хватит на 10-15 лет и, дескать, что оставим внукам. Дальше пошла уже такая достаточно лирическая полемика. Этот вопрос вызвал некую дискуссию. Действительно, непонятно, каковы запасы известняка в этой горе. Есть несколько оценок. Кто-то говорит, что это 10-15 лет, кто-то говорит, что это 50 лет. Я вообще полагаю, что не стоит говорить о том, насколько значим срок разработки горы Ротау. То есть, сам факт того, что начнется ее разработка, говорит о том, что эта разработка будет закончена и судьбу этого выдающегося памятника природы можно будет понять очень быстро. То есть, она исчезнет, эта гора, так же, как исчезла предыдущая гора Куштау. То есть, говорить о сроках вообще бессмысленно. Но и тут госпожа Бортова пустилась в длинное рассуждение о том, что нам на 50 лет хватит этой горы, как все здорово и так далее. Тут же она допустила одно из многих упущений, которые были многочисленны на этом мероприятии. А именно, она проговорилась о том, что на БСК уже готов понедельный план разработки горы. Она без конца говорила о том, что они опаздывают, времени нет. Но, тем не менее, этот план готов. То есть, я обращаюсь к защитникам Шихан и хочу акцентировать их внимание на том, что, несмотря на то, что вопрос еще вроде как бы не решен с горой, у БСК уже есть тот самый план Барбароса, который они разработали понедельно. Как они будут раскапывать, как они будут увозить, какая будет логистика и так далее. То есть, приговор со стороны БСК о горе уже вынесен. Седьмым аргументом защитников горы Таратау был неимоверный, по их мнению, туристический потенциал этой местности, который не должен позволить разработать гору и так далее. Я понимаю, что презентацию делали те же, кто делал вот эту дикую совершенно историю с Терра-Башкирией, я понимаю, что эти ребята работают в парадигме Белого дома и абсолютно ничего не понимают ни в туризме, ни в развитии туристического сектора региона, но вот по меньшей мере это заявление выглядело, конечно, смешно. Этим заявлением они дали карты в руки БСК, и тут, конечно, Марина Петровна резвилась как могла. Во-первых, она без конца выкрикивала, а что вам раньше мешало развить туризм? И правда, что, действительно. А что же раньше мешало там Хамитову и всей вот этой своре Терра-Башкиристов развивать туризм в Башкирии, в том числе вокруг горы Таратау? Не знаю, ответа нет. Глупость. Седьмой пункт этого пункта, конечно, страшная глупость. Никакого туристического кластера там быть не может до тех пор, пока у нас практикуется в области туризма в Башкирии то, что практикуется. Пока у нас сидит Хамитов и вся его вот эта вот шайка Терра-Башкиристов сидит в Белом доме, никакого кластера нигде в Башкирии туристического не будет. Забудьте. Ну да ладно. Этот седьмой пункт, конечно, вызвал там шум, гам и терарарам. Например, защитники Таратау привели почему-то в пример Исландию, в которой, по их мнению, ничего нет, а люди живут как сыр в масле. На самом деле туризм в Исландии не очень большой, и источники доходов в Исландии несколько иные. Ну да бог с ними. От эмоциональных моментов дискуссии надо перейти к действительно интересным, правильным и важным вопросам, которые обсуждались на этом круглом столе. Одним из них была альтернативность содового производства БСК. На прошедшей неделе господин Марданов, господин Новиков, а за ними последовал и господин Хамитов в Москве на пресс-конференции ТАСС, заявили о том, что в Башкирии будет построено новое содовое производство. Компания ТАУ, мало кому известная небольшая компания Стерель-Тамака, построит крупное миллион-тонное производство соды в районе Гумеровского месторождения, составит конкуренцию башкирской содовой компании и решит проблему с той дырой, которая может образоваться в бюджете республики и страны, если вдруг перестанет работать содовая компания БСК. Вообще, конечно, подобные заявления нужно делать где-нибудь при входе в психиатрическую больницу, чтобы выглядеть гармонично, потому что все мы понимаем прекрасно, что в нынешних экономических ситуациях в стране и в республике Башкортостан на планете Земля не найдется ни одного идиота, готового инвестировать 80 миллиардов рублей в строительство абсолютно нового содового производства. Это первое. Второе. Хамитов пообещал в течение трех месяцев решить проблему сырья БСК и к 2020 году построить новый завод. Рустам Закевич, делайте еще один шаг в сторону приемного покоя в психиатрической больнице, потому что компетентные специалисты, эксперты говорят о том, что только проектирование подобного производства с нуля занимает 3-5 лет. Строительство подобного производства в зависимости от сложности и условий строительства занимает 3-5 лет. То есть, даже если вы каким-то чудесным образом найдете 80 миллиардов рублей на строительство, то строительство займет 6-10 лет. Кроме того, тут, конечно, я отдаю должное внезапно появившемуся в эфире и в публичном пространстве господину Балабанову, который со свойственным ему здравостью, взвешенностью и рассудительностью прокомментировал эту инициативу так. Господа, подождите минуточку, но ведь БСК на 38% принадлежит республике, а Рустам Хамитов вознамерился выстроить конкурентную ситуацию против собственности республики. Тут, ну, как бы, какой-то, как говорит Абаз Галямов, когнитивный диссонанс. Господин Хамитов воюет с собственной собственностью, что ли? Ну, в общем, конечно, вот альтернативность производства соды в стерильтамаке, на мой взгляд, не вызывает вообще вопросов. Строительство нового комбината – это абсолютный бред и дурдом, но при этом я заявляю, что нужно продолжать попытки поиска альтернативных источников сырья, кроме горы Таратау. Вот это есть та самая альтернативность, которая существует на самом деле. Либо искать новое сырье, либо подбирать новую технологию, которая предположительно существует. Конечно же, на круглом столе обсуждалась экологическая проблема БСК. Было заявлено, что БСК – это второй по силе загрязнитель в республике Башкортостан. Не обошли стороной Белые моря, выбросы, недавние какой-то такой страшный случай с загазованностью в стерильтамаке и так далее. Сторонники защиты горы Таратау использовали этот аргумент только как косвенный. В том смысле, что БСК – это крупное предприятие, загрязняющее окружающую среду, и что технология БСК действительно далека от совершенства. И, судя по всему, следует его модернизировать. Реакция на это была, конечно, очень острой. Как технолог Иванов, который длинно и путанно объяснял, что БСК – это полезное для природы предприятие, так и госпожа Бортова в свойственной ей истеричной манере кричала о том, что из их труб идет практически чистый кислород. И вообще начала активно на 18-й минуте конкретно переводить стрелки на другие предприятия и призывать экологов обратить внимание, например, на компанию ТАУ, а не на БСК в плане загрязнения окружающей среды. Это, конечно, некорректно с корпоративной точки зрения. Если она себя причисляет к промышленникам, то, наверное, будучи в этом цехе, было бы невежливо и неправильно переводить стрелки на коллег. Но это одно из свойств госпожи Бортовой, у которой, судя по всему, никакой корпоративной этики не существует, а есть только вот какая-то амбиция и порыв в данный момент. Ну, в общем, по экологическому вопросу, я полагаю, что здесь ничего не изменилось. БСК действительно крупный загрязнитель окружающей среды в Башкирии в целом и один из крупнейших, если не самый крупный вред для экологии в районе Стрельтамака. Да, Белые моря – это бельмо на глазу и нерешаемая проблема, хотя БСК утверждает, что пытается ее решать. И да, конечно, это ужасное явление с точки зрения экологии для региона. В этом вопросе, пожалуй, точка. Одним из главных аргументов Марины Петровны Бортовой и БСК в целом на этом круглом столе был, как ни странно, социальный аспект. Госпожа Бортова кошмарила по полной программе общественное мнение тем, что в случае закрытия БСК будет уволено уже 10 тысяч работников. Эта цифра, обращая внимание, растет от месяца к месяцу. Года два назад начинали с двух тысяч работников. Теперь уже это 10 тысяч работников и, судя по всему, она будет расти. Госпожа Бортова же выписала голод и лишение, и вообще смерть города Стерлитамака после закрытия БСК. Она заявила однозначно, что если гору не дадут, мы начнем увольнение. Припугнула всех тем, что уже какое-то загадочное руководство БСК дало ей команду составить страшный план смерти предприятия, а именно порядок увольнения сотрудников. Это уже происходило на 77-й минуте, когда страсти начали потихоньку накаляться, а структура круглого стола стала распадаться. Модератора было не слышно, он уже к концу круглого стола практически полностью утратил свои функции, потому что чем дальше влез, как говорится, тем толще партизаны. Так вот, госпожа Бортова рассказывала страшные апокалиптические истории о том, как закроются предприятия и насколько быстро умрет город Стерлитамак. Напомню, что в Стерлитамаке живет 270 тысяч человек. Из них реально на содовом производстве работает, наверное, от 3 до 5 тысяч человек. Ну, тем не менее, это нисколько не смущает госпожу Бортову, которая предрекает гибель городу. Журналисты попытались узнать, на какой же момент назначен тот самый дедлайн закрытия компании. Тут госпожа Бортова смутилась, стала говорить о 22-м годе, еще о каких-то далеких временах. Ну, в общем, из чего я делаю вывод, что, конечно же, сокращать работников они не посмеют. Ну, а аргумент вот этого вот социальной напряженности в городе будут эксплуатировать по полной программе. Кроме того, госпожа Бортова сообщила о гигантских успехах башкирской содовой компании в благоустройстве города Стерлитамака, что на самом деле слегка не бьется с теми данными, которые есть в открытых источниках, а именно речь идет о том, что в последние годы БСК отстранилась от участия в хозяйственной деятельности на территории города, резко сократила свои ассигнования на всевозможные социальные проекты и так далее, и так далее. Цифры, которые называла госпожа Бортова на этой презентации, были достаточно лукавыми, они были валовыми за несколько лет, но проскочила цифра, что в 2018 году БСК выделит городу 140 с чем-то миллионов рублей на всевозможные социальные нужды. Господа, 140 миллионов рублей даже для Стерлитамака – это фигня, это мелочь, это копейки, это 1% от чистой прибыли башкирской содовой компании, и вообще говорить об этом было, наверное, неуместно. Ну, тут же, вот в этот напряженный момент, ближе к 80-90 минутам, активизировался господин Баимов, который пальцем стал показывать на людей и давать им свои личные субъективные оценки, разделяя людей на искренних и не очень. Выглядело это, конечно, прямо скажем так, унизительно. Но про роль господина Баимова мы еще поговорим в конце выпуска. Используя всю палитру доводов, а именно вот эту социальную и общественную карту, госпожа Бортова притащила с собой на этот круглый стол господина Загидулина, которого я забыл упомянуть вначале, перечисляя участников круглого стола. Рифат Загидуллин вообще, конечно, фигура легендарная. Это бывший начальник охраны Муртазы Губайдулыча Рахимова. Это бывший начальник криминальной полиции города Стрель-Тамака. Человек чрезвычайно системный, понимающий выгоду и прибыль. И то, что он был приведен на этот круглый стол, конечно, было исключительно смешно. Особенно в качестве местного жителя какой-то захолустной деревушки, расположенной в непосредственной близости от горы Таратау, а именно деревни Ишеева. А господин Загидуллин с жаром стал рассказывать, как все жители Ишимбайского района и жители деревни Ишеева хотят разработки горы Таратау, как они по ночам плохо спят и ждут, когда же начнут разбирать эту гору на известняк. Но тут, конечно, бенефис не удался, потому что Рамиль Рахматов вовремя опознал этого милиционера и сообщил ему, что он не имеет права выступать от лица жителей Ишимбайского района, что Рамиль Рахматов присутствовал на сходе граждан деревни Ишеева, которые протестовали против разработки горы Таратау. В общем, конечно, это был полный провал. Господин Загидуллин очень быстро свернул свою пламенную речь и больше в дискуссии не участвовал. Примерно со 125 минуты, а это уже третий час дискуссии, и в дискуссии круглый стол превратился в откровенный бардак. Именно на 125 минуте в дискуссию включился господин Баимов, который рассказал широкой общественности, что никакой сакральности горы не существует, что, дескать, вот египетские пирамиды и эфелево башня – это памятники, а вот гора – это не памятник. Потом господин Баимов проанализировал позицию башкирской общественности, заявив, что сегодня башкиры за гору вцепились, дальше последовало нецензурное междометие. А есть проблемы, задумался Ренат Баимов, и тут же нашел решение этой проблемы. Цитирую. Есть прекрасная компания, имея в виду БСК, заявил господин Баимов. И, в общем, конечно, это выглядело совершенно позорно и ужасно вообще. Вот это вот, кто его туда позвал, я не знаю, но, может быть, узнаю. А тут же Баимов в свойственную манере перешел на себя дорогого, стал рассказывать, какой он честный человек. Как много знает он больших людей, и как много и часто он парится в бане с министрами. Дальше он сообщил, что никто не может обвинить его в стукачестве. Он дословно сказал так, «Ни один не скажет, что я что-то написал или стуканул». Но вот этот уголовный жаргон, он достаточно часто на третьем часу дискуссии уже звучал в аудитории. Далее господин Баимов развенчал башкирские эпосы, заявив, что защитники Таратау и местные жители, жители Ишимбайского района, цитирую, зацепились за местечковые эпосы и вымогают деньги. Вот этот вот приходил, заявил господин Баимов, и показал на сидящего в стороне господина Зайнулина. Дальше прямая речь обрывается, потому что Баимов не сообщил нам, зачем приходил за деньгами или за борзыми щенками господин Зайнулин. Но, в общем, предположить можно многое. Как ни старались журналисты дальше вывести дискуссию в более-менее конструктивное русло, в частности, Виктория Куприянова, представительница МКСЭТа, задавала хороший конструктивный вопрос о референдуме, будет ли БСК подчиняться решению референдума. Но, к сожалению, вот этот вопрос вызвал у госпожи Бортовой уже окончательную истерику. На третьем часу нервы у мадам сдали окончательно. Видимо, ее ресурс достаточно, скажем, на часовую-полуторачасовую дискуссию, а три часа она, конечно, не выдерживает. И вот на 140-й минуте, цитирую госпожу Бортову, заявила она следующее. БСК не региональное предприятие, чтобы народ Башкортостана решал закрываться ему или быть. Нет, мы являемся стратегическим предприятием России. И, закрыв БСК, вы всю страну подставите. Вот это вот позиция госпожи Бортовой, позиция БСК. Что башкирский народ неуполномочен решать, лишаться ему, значит, этого памятника природы, лишаться ли ему этого сакрального места, а решать это будет вот госпожа Бортова, вооружившись интересами России, ни больше, ни меньше. Был вопрос о том, как себе все-таки госпожа Бортова представляет снятие вот этого статуса особо охраняемой территории, которые законом не предусмотрены, я имею в виду, не предусмотрена процедура снятия. Тут госпожа Бортова достаточно бойко изложила ее план. Она сказала, что правительство Республики Башкортостан должно подготовить, цитирую, проект постановления Республики Башкортостан. Но вообще такой правовой формы документа не существует. Она вообще точно работала в администрации президента и в Государственной Думе? Ну, да ладно. Так вот, должен быть заготовлен какое-то загадочное постановление Республики Башкортостан на 141-й минуте, заявила госпожа Бортова. А дальше он почему-то, постановление-то оно, ну ладно, должен быть согласован с правительством Российской Федерации. Ну, понятно, что это тот алгоритм, который сидит глубоко в сознании госпожи Бортовой, та самая спасительная соломинка, которая в ее представлении будет протянута ей, чтобы ее работа была, ну, считалась успешно выполненной. Но мне представляется, что подобной соломинки вообще не существует. И на самом деле это бред. Вот именно этим путем решена проблема быть не может, на мой взгляд. Далее я буду цитировать госпожу Бортову, указывая тайминг ее выступлений, и объяснять, с чем это было, потому что остались уже просто абсолютно какие-то помойные цитаты. Значит, когда она заливалась соловьем о том, как БСК благодетельствует город и работников своих, которые, кстати, получают зарплату там по 15 тысяч, на самом деле, на этом БСК, один из жителей Стерель-Тамак, который присутствовал на этом мероприятии, спросил ее, Марина Петровна, а вот сквер перед кинотеатром Салават это вы сделали? Да, с гордостью заявила Бортова. На что житель Стерель-Тамак сказал, ну, это же какой-то ужас просто, то, что вы там сделали. И тут Бортова в очередной раз сорвало. Она стала кричать, а вас здесь вообще не было. На что юноша робко сказал, я здесь был, я вот здесь сидел. На что госпожа Бортова ему сообщила, что, цитирую, и не надо вот так сидеть и бухтеть. Ну, в общем, конечно, стиль общения, это вот запредельный какой-то. Уже к 158-й минуте мероприятия госпожа Бортова окончательно потеряла сознание и всякие приличия. Цитирую 158-ю минуту мероприятия. Я удивляюсь, кого вы тут позвали. У меня ощущение, что люди не имеют никакого отношения к жизни реальной. Сидят на диванах эти блогеры. Нифига в жизни не делают. Дословная цитата. Пусть придет, поработает сначала и расскажет мне, что он-то сделал. Я просто вижу во всем, что вы профессиональные бездельники. Повторно госпожа Бортова обвинила окружающих ее людей в том, что они бездельники, и она только единственная труженица, которая кормит весь Башкортостан. На 159-й минуте госпожа Бортова сообщила о том, что БСК пожертвует 140 миллионов Стерель-Тамаку. Наверное, Стерель-Тамак должен уже биться в истерике счастья. Какие-либо замечания о том, что она нарушает регламент и говорит слишком много, что действительно правда, говорила она слишком много и не по существу, на 161-й минуте она отвергла всякие упреки в том, что пора бы дать слово и защитникам Шихан, заявив, что, цитирую, я отвечаю на вопросы одного из слушателей, если вам неинтересно, выйдите вон, скомандовала госпожа Бортова. Кстати говоря, часть людей, которые пришли послушать, или журналисты, действительно покидали это мероприятие, не выдержав столь длительного общения с госпожой Бортовой. И уже к 162-й минуте, что называется, Остапа Несло, госпожа Бортова стала рассказывать, как она облагодетельствует планету Земля, республику Башкортостан и Ишимбайский район, если вдруг все-таки гору отдадут БСК. Она пообещала 2 миллиарда рублей Ишимбайскому району. Я надеюсь, что ни жители, ни глава Ишимбайского района в этот момент не словили инфаркт миокарда, таких денег в этом районе никогда не было и никогда не будет. Она обещала сделать, цитирую, жизнь жителей Ишимбайского района гораздо более лучшей. Вдумайтесь в эту словесную конструкцию. Это ведущий пиарщик БСК, это большой специалист в общении с общественностью и государственными органами власти. Вот это гораздо более лучшая жизнь. Примерно к 165-й минуте круглый стол, посвященный сырьевой проблеме башкирской содовой компании, превратился в откровенную конфронтацию госпожи Бортовой, которая уже полностью завладела позицией, и защитников горы Таратау. Честно говоря, я предполагал, что под конец круглого стола случится рукопашная, но ее не случилось, слава богу. Так вот, именно на 165-й минуте госпожа Бортова пригласила одного из активных участников круглого стола, Станислава Сарыгина, посетить стерильтомаг и башкирскую содовую компанию. У нас 40 тысяч стерильтомагов. Марина Петровна, вот пусть этот молодой человек приедет ко мне в стерильтомаг и пойдет к нам на залог, я посмотрю, что от него останется. В общем, госпожа Бортова разошлась окончательно. На замечание художника Байбурина, который пытался ей сообщить, что в мире существуют духовные ценности, госпожа Бортова безапелляционно заявила, «Я что, должна работать, а вы будете духовными ценностями питаться? Нет, так не будет никогда!» На 176-й минуте заявила госпожа Бортова. Ну, в общем, под конец всего этого балагана появился Руслан Габасов в эфире. Он на самом деле присутствовал на всем мероприятии, и где-то на 20-30 минутах мероприятия госпожа Бортова, увидев его возопила, обращаясь к организаторам, «А почему здесь присутствуют представители националистических организаций?» Надо отдать должное, Габасов встал и спокойно ей объяснил, что организация «Башкорт» — это не националистическая, а национальная организация башкирская. Так вот, на 182-й минуте господин Габасов встал и сделал заявление. А именно, дословно цитирую Руслана, «Даже если вы получите разрешение на разработку горы Таратау, вы столкнетесь с сопротивлением народа, и готовы ли вы воевать?» Ну, тут, конечно, влез Баимов, начал что-то там такое оскорбительное говорить в адрес Габасова, спрашивать его, например, когда он откинулся из зоны, имею в виду прическу Руслана. Ну, в общем, конечно, это было ужасно. Но тут вмешательство Баимова сыграло какую-то совершенно роковую роль с обликом госпожи Бортовой, потому что, услышав то, что Баимов защищает ее, Бортова внезапно переключилась на национальный вопрос. Вот в этот момент я вздрогнул весьма ощутимо. На 183-й минуте госпожа Бортова заявила... Вот тут я, честно говоря, немножко опешил. «Мы что, уже начали измерять породистость башкир? А циркуль вам не подарить, госпожа Бортова? Может быть, вы, как господин Геббельс, будете носы измерять, определяя породистых и непородистых башкир?» Это, конечно, уже за гранью вообще приличия. Если честно, я бы на месте национальных организаций акцентировал вопрос о подобных высказываниях госпожи Бортовой. Статейка 282 Уголовного кодекса все еще действует. Я думаю, что имеет смысл обратиться в суд, чтобы привлечь госпожу Бортову за оскорбление национальных чувств и национального достоинства. По крайней мере, попытаться это сделать. Отвечая господину Габасову, Марина Бортова на повышенных тонах заявила, что работников БСК значительно больше, чем защитников горы и башкир. Спросила, готовы ли башкиры и защитники горы Таратау и других национальностей воевать с работниками башкирской содовой компании. Все это, конечно, стало принимать абсолютно такую напряженную форму. Кроме всего прочего, госпожа Бортова под конец мероприятия без конца переходила на личности, показывала пальцем на людей. Просто уже вела себя неприлично, на мой взгляд. Она заявила, что она удивляется комсомолке, которая позвала каких-то людей, это я цитирую уже, которым до лампочки это проблема. Еще они мне тут поцелуи шлют. Что вы мне шлете? Я совершенно неинтересна вашей симпатии. Глазки мне строите. Он сидит и дальше какое-то мычание. Мне делает опять мычание. Это омерзительно, заявила госпожа Бортова. То есть потом она, не успокоившись, начала требовать что-то от модератора, цитируя это, показывая Настаса Сарыгина, она стала кричать, что можно ли вот этого молодого человека перестать? Можно ли его перестать? Спросила госпожа Бортова. Чтобы он мне глазки строил. Это она обратилась к модератору. Мне это неприятно. Зачем вы мне эти глаза свои делаете? Это уже был какой-то адский ад совершенно. Модератор круглого стола был, очевидно, напуган той тональностью, в которую перешла вся эта дискуссия. Ну и три часа действительно прошло. Он стал уже сообщать, что все-все-все время кончилось. И действительно свернули они быстро эту дискуссию. Надо отметить, что щедрое угощение башкирской содовой компании осталось нетронутым. В этом был какой-то символ и какое-то, значит, действительно значение этому можно было придать. То есть люди даже не повелись на эти смешные конфетки, которые они там разложили повсюду. И коробочки с содой и так далее, и так далее. Ну, в общем, мероприятие по прошествии трех часов и одиннадцати минут трагически закончилось. Пришло время подвести итог этому славному мероприятию под названием «Круглый стол» в Комсомольской правде. Итог будет достаточно печальным, причем для обоих сторон, участвовавших в этом мероприятии. Защитники Таратау не рассказали ничего нового, не смогли толком структурировать свои аргументы, хотя они у них есть. Они не уделили должного внимания тому, что гора Таратау – это природный памятник мирового значения. Республика Башкортостан не имеет права утратить этот уникальный памятник, потому что мы лишим не только себя этих гор, и конкретно горы Таратау, мы лишим все человечество. Это уникальный объект, которого нет нигде в мире, вот в той форме, в которой он существует в Республике Башкортостан. Я не знаю, какова туристическая судьба Таратау. Я надеюсь, что когда-нибудь она сложится. Возможно, к руководству в Республике придут люди, понимающие, как нужно организовывать туристические процессы. Но, тем не менее, я считаю, что гору нужно однозначно оставлять и искать другие источники для БСК. Оценивая участие в этом круглом столе защитников СОДы, так называемых, то есть вот эту ГОП-стоп-компанию, которая была представлена на этом мероприятии, я скажу так, это абсолютный полный провал всей компании, которая была доверена госпоже Бортовой по выравниванию ситуации и поиску решения. Какие дальше будут шаги, я не знаю, но несмотря на то, что госпожа Бортова прислушалась к здравому смыслу и вышла на контакт с общественностью и прессой, выяснилось, что она абсолютно не способна этот контакт осуществлять, она делает ситуацию только хуже, в том числе и подобрав себе попутчиков, которых она привела на этот круглый стол. Она полностью иллюстрировала ту деструктивную позицию, которую занимает башкирская СОДовая компания сейчас, если это действительно позиция руководства компании, то, что она транслирует. А у меня есть подозрение, что та эмоциональная и психологическая окраска, которую госпожа Бортова придала этой дискуссии, является исключительно ее собственной позицией. И, насколько я знаю, владельцы и руководство, настоящее руководство БСК, значительно более сдержанные и взвешенные люди и абсолютно конструктивно подходят ко многим процессам. И, делая вывод о результатах этого круглого стола, неизбежно напрашивается вывод о том, что госпожу Бортову и команду, которая занимается сейчас решением этой проблемы, нужно срочно удалять из процесса, потому что дальнейшее его развитие приведет к тупику, к конфликтам и, возможно, даже к каким-то уже физическим столкновениям вокруг этой горы, что, конечно, не является целью ни башкирской содовой компании, ни в конечном итоге даже руководства Республики Башкортостан. В общем, конечно, все очень плохо.